И куда это мы собрались, Иркутагин? Ну как? Всё, на завод устроился. Извините меня, деньги на донат нужны. Да не сытый ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки. Они мощнее, чем батуны у твоей подружки. Статку растишь и раков всех гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Оу май, заводик подождёт. То есть классического доната на этот раз вообще не завезли. Всё верно, капитан Очевидность. Теперь у нас онли модификации. А ведь раньше так и было. Заплатил и нагибай. Теперь же заплати, мучайся, чтобы прокачать. Потом добывай ресурсы. А потом, собственно говоря, всё, поздно пить боржоми. Уже новую пушку вели. Приветствую вас, леди и джентльмены. Другие подруги, с вами Рокутагин и Капитан Очевидность. И вот, наконец-то, после некоторых фиксов, две новиночки доехали у нас до полноценного ПТС. Сик MPX Copperhead и дробовик Sentry 12. Братюня, а правду говорят, что Акимба в Варфейсе Годнотелло? Да, Капитан Очевидность. Акимба вышла весьма неплохим. Впервые в Варфейсе появилось огнестрельное оружие, которое можно применять в парном виде, то есть стрелять из двух рук. Так называемая стрельба по-македонски. Которая, кстати, вообще-то применяется только в цирке где-нибудь. Но суть не в этом. Новый Сик MPX Copperhead обладает возможностью, причём из коробки, без всяких дополнительных модификаций, иметь две пушки и стрелять, соответственно, с двух рук. А также есть уникальная модификация, которая позволяет увеличить темп стрельбы, и каждая пушка будет стрелять с темпом примерно тысяча. Вахуй просто. Звучит сильно, ребятки, конечно. Но вопрос, как оно на практике? А на практике скажу вам так. На дистанциях медика, даже может быть плюс-минус каких-то ближе уже к инженерным дистанциям, эта пушка похожа на дробовик. То есть убивает инженер с парным вариантом Сига, наверное, чуть дольше по времени, нежели медик ваншотит. Играть против парных Сигов, я вам скажу, удовольствие так себе на малых дистанциях. Противник только начал появляться из-за стенки, а вы уже умерли. Да. Вообще штука весьма фановая. Побегать, повеселиться действительно здорово. Мне лично очень понравилось. Конечно, на каких-то средних дистанциях эффективность стремительно падает. Ну и, будем честны, стремиться к нулю. Ведь прицельной стрельбы здесь как таковой нет. Но на ближних эта пушка в двойном варианте божит Оейбундестаг. Представляю, что будет твориться на штурмах. Вылетаешь на точку с этими малышами. И давай, короче, поджигать пуканы. С одной стороны весело, с другой стороны нытья по этому поводу, я чувствую, будет очень и очень много. А что по одиночному варианту, братишка? А вот одиночный вариант Капитана Очевидность, кстати, ещё более интересен. После того, как вы прокачаете СИК-МПХ и накопите детали, вы можете приобрести модификацию, которая делает из двух пушек одну. Ну, собственно говоря, наш герой начинает использовать только один СИК-МПХ Копперхэр. Да, я понимаю, опять же, что к тому моменту ведут уже что-нибудь новенькое, но тем не менее. 87 урона и множитель в голову 7. Значение, сука, совершенно необоснованное и неслыханное. Но, тем не менее, факт. Головки летят только так. Правда, при условии попадания, а тут, к сожалению, не всё идеально. Отдачи у одиночной версии практически нет, но присутствует какой-то рандомчик, какой-то эффект плавающего прицела. Поэтому сказать, что СИК-МПХ одиночный, это прямо такая вот точкострельная машина, я бы не сказал. Но, в целом, годнотелло. И, пожалуй, для каких-то серьёзных замесов, в частности, для, конечно, рейтинговых матчей, я думаю, популярностью будет пользоваться именно одиночная версия СИК-МПХ. А как насчёт более смелых прогнозов? Станет им бой? Я думаю, что если к тому моменту, когда люди его прокачают, не ведут что-то более интересное, скорее да, чем нет. Но это не заслуга этого самого СИГа, у которого, кстати, есть глушитель, который не режет урона, это, конечно, плюс. Если так подумать, это ведь, по сути, новое АМБ. Да. Но суть не в том, что СИГ так хорош, а в том, что у инженера, в общем-то, кроме этого СИГа, ничего подобного больше-то и нет. Остальные пушки либо в голову не ваншотят, либо просто тупо из-за отрязки в эту голову не очень-то хорошо попадают, либо суммарно все их характеристики не показывают какой-то высокой боевой эффективности. И таким образом, инженер, вооруженный этими пушками, частично единственное, что имеет, так повышенный множитель по губам. И я думаю, что СИГ Копперхед эту ситуацию, ну, существенно исправит, особенно в одиночном варианте, универсальненько, и на ближних, и на дальних. Да множитель в голову семь, да глушитель, который урон не режет. В общем, Рокутагин одобряет. А как тебе новинка, медика? А вот с дробовиком, капитан Ищи, видно, все, ну, прямо скажем, ну, ну, так себе печально. Не, я понимаю, что там изначальный урон девятьсот. Как бы гаднотелло, никто не спорит. При желании можно до тысячи разогнать. Да, тысячу урона у дробовика, без проблем. Но только вот максимальный темп стрельбы, который можно разогнать, это девяносто четыре. Сука, какой наркоман это придумал, я не знаю. Но план у него точно был забористый. В совокупности с не очень приятной анимацией и убогой моделькой оружия, она, честно, тут, ну, полное говно. Играть с этим изделием вообще никакого желания нет. Дробовик, сука, медленный. Я понимаю, что он ваншотный, я понимаю. Но разработчики, вы понимаете, вот это так нераборно, это не РПГ. Я вот, Аллоды, серьёзно, иногда мне кажется, лучше бы вы дальше, блин, РПГ свои разрабатывали. Это шутер, здесь много своих нюансов. Так не делается, типа, ну вот, сделаем им дробовик, не ваншотный, но он будет быстро стрелять. А в случае с центром мы дадим ему такой медленный, медленный, медленный дробовик, но он будет хорошо ваншотить. Ну, говно затея, серьёзно, полная фигня. Хороший дробовик помповый должен и ваншотить, и нормально стрелять. Пусть не за облачным темпом, но темп около 120 должен быть по-любому. Два выстрела в секунду. А вот это вот недоразумение, как говорится, спасибо, но без меня. Есть ещё вариант сделать из него новый Марлин. Есть модификация, которая у него, дробь выбираем, заряжаем его патронами с ЖК, условно говоря. Тоже полнейшая чушь. Шестоторона, это, конечно, для одной пули весьма и весьма неплохо. Но опять же, с таким низким темпом, блин, да лучше Марлин взять, толку и то больше будет. В общем, дробовик максимально не продуман. Вообще, абсолютно никому его не рекомендую. Полная туфта. Да, даже те, кто сейчас может там поиграть, скажут, о, это как Спас, 12, былые времена, скилл. По факту-то они с ним играть не будут. А вот увидите, сто пудов. Они побегают, пофанятся, зайдут на РМ, им там хорошенечко влепят по самые помидоры из нормальных дробовиков, которые сейчас в Мете. И всё, и на этом все их вот эти вот понты закончатся. Это прямо сто два процента. Ты там по поводу звука сегодня что-то бубнил. Пояснительную бригаду в студии. О, хорошо, что напомнил. Да, звуки. Звуки, которых попросту нет. Наши разработчики усиленно продолжают улучшать звуковую составляющую. Звуков шагов теперь не слышно. Ну, примерно так, визуально метров с 15-20. Вообще. То есть, ну, метров 15 там где-то там контейнер какой-то разделяет тебя с противником. И вот он чуть дальше вот сделал пару шагов, и шаги полностью пропадают. Это новая фишка. Когда противник рядом, вот где-то за углом стоит, слышно его весьма неплохо. Но опять же, он отходит, и есть какой-то такой, знаете, такой момент, такая вот мёртвая зона, где шаги просто моментально пропадают. То есть, ты слышал противника, он отошёл метров там на 10-12-15, и всё, и шаги полностью пропали. Они не стали там тише, как бы уменьшаться туда. Они просто исчезают, и ты практически не услышишь его, абсолютно. Да и в целом, мне кажется, звуки как-то просели. Я не знаю, может это моё мнение. Вот, дорогие зрители, напишите в комментариях, кто на ПТС уже играл. По-моему, вообще какой-то швах полный с аудио. Чем такие звуки заливать на основу. Очень хорошо подумал. Это требует, скажем так, дополнительного обсуждения. Ну и в очередной раз хотел бы коснуться темы модификаций. Да, это теперь у нас будет любимое. Как раньше мы говорили, что надо фиксануть снайпера. Теперь пришло время говорить, что надо фиксануть модификации. Нам ввели две пушки. Я могу точно сказать за себя. Я ни с первой, ни со второй играть не собираюсь, абсолютно. Потому что мне надо её выбить, потом, сука, прокачивать или платить за прокачку. Ну ладно, заплатить-то я ещё, может, заплачу. Интересно, какова цена будет на лайв-сервере. Потом мне ещё и нужны детали. То есть, у них как бы хорошо иметь несколько сборок. То есть, деталей побольше придётся потратить. Деталей у меня этих нет. Я, знаете, очень простой игрок. Зашёл, то, что мне нравится, поиграл, вышел. Всё. И поверьте, разработчики, я такой не один. Вот многие люди приходят после учёбы, работы, чтобы поиграть, чтобы расслабиться, чтобы посоревноваться. Они приходят не для того, чтобы прийти на вторую работу, понимаете? Им это не нужно, абсолютно. Поэтому, как минимум, эти две пушки, при том, что коперхед мне в целом понравился, они обе пройдут мимо меня. Я их не буду убивать. Я не буду никакие события, вообще не пытаться не буду их заполучить. Нафиг они нужны. А поскольку Sentry 12 ещё имеет каким-то боком золотую версию, то есть мнение, что это будет ещё и коробка. То есть, надо будет реально выбить, получается, потом ещё... Ну, в общем, это вообще жопа. Ты правда думаешь, что людям не зайдёт, чтобы все новинки были с модами? Думаю, нет, Кэп. Совершенно не зайдёт. Алло, да, ещё раз хорошенько подумайте над выбранным вами пути. Я, как понял, он заключается в том, чтобы постепенно отказываться от всего, и всё вот в модификации. Каждая новинка это модификации. Что-то сдаётся мне, что это будет самый простой и надёжный способ довести игру до ручки.